Маш, ты же у нас теперь девушка свободная? Да, и очень этому рада. Рада? То есть ты не хочешь найти свою половинку? Не хочу, я и так целая. А, я что-то пропустила? Угу, Маша у нас теперь решила стать единочкой. В смысле? В прямом, парни ей больше не нужны. Соня, не то чтобы не нужны, просто по-моему нет нормальных парней, выбирать не из кого. Слушай, если тебе один ненормальный попался, это не повод отчаиваться. Вы посмотрите только на них. Нормальные ребята, вот с этим, например, что не так? Он ковыряется в носу. Фу! О, а это не ковыряется. Да, но зато он ухаживает за тремя девочками одновременно. А ты откуда знаешь? Он пытался мне четвертой сделать. Ужас какой. Согласна, но все равно это не значит, что все парни такие же. А по-моему, значит... В общем, я не хочу ни с кем связываться. Маш, ты не права. Да что вы ко мне пристали с этими мальчиками? Они все ужасные, и я свое мнение не изменю. Не нравится мне ее состояние. Ой, как не нравится. Да уж. Надо ее как-то настроить на позитив. А давай прямо сейчас-то и сделаем. Кому это ты там сообщения отправляешь? Парням. Может, даже нормальным. Что значит может? Мы это скоро проверим. Пойдем. Да, Елена Юрьевна, шторы уже пришли. Я помню, что они очень дорогие. Не волнуйтесь, у меня все под контролем. Елена Юрьевна, через пять минут шторы будут уже у вас в кабинете. Да. Всего доброго. Я разговариваю, как с маленьким ребенком, ей-богу. Как будто я шторы не могу перенести с одного кабинета в другой. Кстати, надо найти крючки. Нет, это слишком прозрачные. Не подойдут. О, это уже совсем другое дело. Вот, держи. Отлично. То, что надо. А где ты их взяла? Неважно. Там, где взяла, уже нет. Как знаешь. Не хочешь говорить, не надо. Ну что же, можно звать Машу? Черепенье, Ксюша. Подожди еще минутку. Окей, как скажешь. Надеюсь, после нашего эксперимента Маша изменит свое мнение о мальчиках. Ну, теперь-то не от нас зависит. Вы слышали? Все зависит от вас. Угу. Вот и прекрасно. Можем звать Машу. А вы пока сидите тихо и не высовывайтесь. А что тут у вас происходит? Машуль, тут у нас игра происходит. Мы ее специально для тебя организовали. Ух ты. А что за игра? А что там у вас шевелится? Спокойно, Маш. Там у нас парни. Возможно, и даже нормальные. Так, я сказала сидеть молча. Да. Иначе никакой игры не будет. Вам понятно? То-то же. Мне показалось или там Кирилл сидит? Показалось. Там просто случайные экземпляры мужского пола. И во что мы будем играть с этими экземплярами? В игру идеальный парень. Я думала, мы уже выяснили, что идеального парня не существует. А мы не согласны. И мальчики тоже. Так что сейчас будем все выяснять. Окей. И что нужно делать? Маш, все очень просто. Ты им задаешь любые вопросы, а они тебя отвечают. Либо да, либо нет. Ах, вот зачем им эти таблички. Как-то это все странно. Ты сначала попробуй, а потом решишь. Ну ладно. Класс. Тогда начинаем. Маш, спрашивай. Вы ковыряетесь в носу? А как я пойму, говорят они правду или врут? А смыслом им врать? Ты же не знаешь, кто есть кто? Ну да. Ладно. Тогда второй вопрос. Вы когда-нибудь ухаживали за двумя девочками одновременно? Вот видишь. Подожди. А за тремя? Глянь. Порядочные? Ну допустим. Следующий вопрос. У вас хорошие оценки в школе? О, молодец. Они еще и умные. Не спеши. А ваши родители тоже так считают? Ладно. Чуть-чуть погорчилась, но зато честные. Может они и правда не врут. А мы тебе что говорили? Маш, играть это то, что надо, чтобы найти идеального парня. Идеального парня с плохими оценками? Ну слушай, может их родителям не нравится то, что у них одиннадцать или двенадцать. Ты лучше что-то поважнее спроси. Например, что? Ну, какие для тебя качества парни важны? Честность, доброта, ум, хорошее чувство юмора. Вот-вот, об этом и спроси. Окей, у вас есть чувство юмора? А кто-то кроме вас смеется над вашими шутками? Ну, с этим все понятно. А вы когда-нибудь мучили животных? Нет? А кто тогда устроил гонки хомяков на прошлой неделе? Маш, нужно же задавать вопросы, на которые можно ответить да или нет. Ой, вы думаете, я не догадалась, кого там спрятали? Тоже мне идеалы. Пссс. Сиди нормально. Маш, ну согласись, на большинство вопросов они ответили достойно. Если бы я их так хорошо не знала, то я бы, может быть, и поверила в их идеальность. Вот видишь, ключевое слово здесь идеальность. Вижу. Я вижу, что игра дурацкая, а парней нормальных как не было, так и нет. Маш, не снились, мы просто хотели помочь. Девочки, я все понимаю, но не надо, меня и так все устраивает. Кстати. А где вы взяли эти шторы? Там, где взяли, уже нет. Это наша Ксюша нашла такой уклад. Так, сейчас повешу шторы и домой. А где? Куда? Да, Елена Юрьевна. Уже иду. Так, это дети. Не иначе. Ребята, вы не видели шторы? Директора? Что вы сделали со шторами Елены Юрьевны? Ксюша, ты что, у директора забрала шторы? Да они в учительской просто валялись. Мальчики, это ваша работа? Боже, да вы мне все шторы отоптали. Как же я их теперь повешу Елены Юрьевны? Мы тут вообще ни при чем. Это все девочки. Да, да, девочки. Ах, девочки. Тогда пусть эти девочки и стирают их. И вешают Елены Юрьевны. Вот трусы, сразу все на нас свалили. А я говорила, что идеальных парней нет. Это точно. Продолжение следует...